Приветствую друзья. Вслед за компанией SMSL с их RAV-MDA1 аналогичное же устройство представили и XDoom. Причем базируется этот ЦАП на том же конвертере ESS ES9039Q2M имеет такой же Bluetooth с APTXHD и LDAC кодеками и USB на чипе от XMOS, но с более мощным усилителем, который к тому же класса А, программным бас-бустером, целой россыпью цифровых фильтров и интересным таким брутально мелодичным звучанием. Очень любопытный девайс сегодня говорим о XDoom XA02. Поехали! Коробка у нас вполне обычная, только габариты подогнали под стать устройству. В комплекте шла документация, Bluetooth антенна, переходник с 3.5 на 6.35 мм, солидный на вид Type-C кабель в матерчатой оболочке и стандартный уже шнур питания с заземлением. Пульта управления к сожалению нет и это минус. Относительно геометрии девайс почти не отличается от других ЦАПов и усилителей от компании. По входам тут оптика Coaxial, Bluetooth и USB на Type-C разъеме. Конечно, рядом есть еще один Type-C порт, но он только для обновления прошивки. Выводится же сигнал на линейный RCA и два разъема под наушники. Балансный пентакон 4.4 мм и студийный 6.35 мм. Да, XLR тут сильно не хватает, но на то он и бюджетный сегмент. Дисплей предельно простой, на нем отображается уровень громкости, кстати общий для RCA и выходов под наушники и информация о текущем аудиопотоке. Регулятор имеет приятный чуть тугой ход, вращая его мы настраиваем уровень сигнала, нажатие же переключает входы или меняет значение в меню. Для блютуз нам вывели отдельную кнопку, ну а вторая переносит нас в системное меню. Где можно выбрать один из восьми цифровых фильтров, уровень усиления для наушников и буст низких частот. Последнее меня немного смущает, хотя если рассматривать это как эффект, то почему нет. Из начинки известен чип конвертера, в роли которого выступает ESS ES9039Q2M и класс встроенного в аппарат усилителя для наушников. Греется девайс порядочно, так что похоже на правду. Под Windows 10 и 11 ЦАП определяется автоматически и готов работать посредством небезызвестного драйвера в ESP. Однако, я все равно рекомендую установить софт от XMOS. Он гибкий и надежный и открывает для нас возможность коррекции задержки и профессионального ASIO интерфейса. Со смартфонами, планшетами и всякими приставками он тоже работает, в том числе и через BitPerfect режим. У них даже есть свое приложение под Android. Ну и отдельно радует Bluetooth с поддержкой самых актуальных на сегодня кодеков. Не удивлюсь, если сюда тоже установили вездесущий QCC 5125. Замеры я проводил в 24 бита 96 кГц с каждого из выходов на АЦП Иванда Космос. В результате RCA показал себя просто великолепно, за исключением нелинейности АЧХ, где можно видеть легкий спад на низких частотах. В любом случае у нас почти отсутствующий уровень собственных шумов, прекрасный динамический диапазон и искажения составляющие минус 116 дБ сразу для гармонических интермодуляционных. Кстати, обратите внимание на две первых гармоники после основного тона. Такое вполне могли сделать намеренно, чтобы, так сказать, облагородить звучание. На 4,4 мм джек ситуация еще лучше. Мощность тут достигает 2 Вт на 32 Ома нагрузки, прекрасная кривая АЧХ, минимальные взаимопроникновения каналов, но есть шумы по всему спектру частот. Искажения составляют те же минус 116 дБ. Согласен, суммарно эта оценка отлично, но как-то грязновато получилось. Ну и самый скромный результат показал студийный выход 6,35 мм. Шумов тут еще больше, да и искажения доходят уже до минус 90 и минус 96 дБ для гармонических и интермодуляционных. Тут, как в случае с ИФИ. Приятно на слух, но есть о чем поговорить. Что сказать достойно, но не идеально. Настройка бас рассчитана только на наушники, где хорошо так поднимает соответствующий диапазон. Сравнивая героя обзора с RAW MDA1 по RCA, я конечно слышу легкую брутальность и даже грубость в прорисовке текстур. Однако это почти не влияет на общее восприятие аудиального полотна. Все на столь же высоком уровне, как у модели от SMSL. Отличия нужно прямо искать. То есть, если вы планируете подключать внешний усилитель, то разницы между этими ЦАПами практически нет. Все будет по-аналоговому мягко, насыщенно, с акустически правильным весом, отличным разрешением и просто превосходным разделением инструментов. Сцена здесь прекрасно ощущается. У тембров есть глубина и объем, достойные скоростные характеристики и то самое вовлечение в материал. Это я говорю на примере моего SMSL-HO200. Что-то попроще можно использовать, но смысла в том мало, поскольку свой усилительный блок у него достаточно хорош и требует отдельного разговора. Да, тут не как в случае RAW MD1, подача с RCA и выходов на наушники заметно отличается. Первое, что так сказать бросается в глаза, это хорошо выраженная сцена. Звучание буквально осязаемое с просто гениальным по своим габаритам пространство. Мелодия сама раскладывается на планы, отчего для джаза, всего акустического и мультиинструментального это моя искренняя рекомендация. Оркестр звучит словно живой и в нем прямо растворяешься. Да и текстуры достаточно точны вне зависимости от плана, на котором инструмент расположен. Еще я поймал себя на мысли, что усилитель вытаскивает и даже отыгрывает всякие утонченные моменты, которые не каждый дорогой девайс способен передать. Да, не идеально, однако в данном ценовом сегменте это просто неслыханное чудо. А присутствие здесь грязи и легкой угловатости идет на руку всяким тяжелым и агрессивным жанрам. То есть аппарат получился максимально универсальным и очень интересным на слух. Слушая его попеременно с RAV MD1 я то и дело подмечал, что мне с одной стороны нравится теплота и пивучесть из MSL, а с другой контрастность и задор решения от X-DOOM. Баз тут быстрый, хлесткий и динамичный с небольшим ослаблением в глубину. Серединка четкая, прозрачная, с отличной прорисовкой текстур, атмосферой и эмоциональной выразительностью. Согласен, характер у ЦАПа слегка простоват, однако за этой ширмой кроется и вовлеченность, и тембральная красота, и та самая голографичность картинки. Высокие нам особо не подсвечивают, а значит они без лишней яркости, сибилитивных призвуков и неоправданной агрессии. Не сказать, что звучание здесь спокойное или обволакивающее, как у того же MD1, скорее наоборот, энергично вычурное. Но подается оно предельно аккуратно, что просто прекрасно вписывается в общую идиллию такой приятно аналоговой атмосферы. В плане наушников останусь настороженно скептичным. Для чего-то прямо аудиофилского лучше докупите себе дорогой внешний усилитель. Даже со стареньким H-O200 качество заметно так возрастет. А вот студийный BR-динамик, аудиотехника, Hi-Fi Man или Sony даже встроенного решения просто за глаза. В целом звучание здесь хорошо разнесено в пространстве, довольно напористое, с хорошей прорисовкой нюансов и высокой динамикой. Отдельно отмечу драйв и задор. Но из-за подобной палитры присутствует некоторое ощущение пустоты или воздушности. Только это наверное и может выдавать в девайсе цену. В остальном звучит он очень достойно на уровне серьезных аудиофилских комбайнов. Подводя итоги, стационарный ЦАП X-DOOM XA02 лично меня порадовал своим брутальным внешним видом, не менее суровым дисплеем, наличием кодека LDAC у Bluetooth, мощнейшим выходом для наушников и возможностью безо всяких переходников подключать к нему джек на 4.4 мм. Из минусов отмечу общий уровень для наушников и линейного выхода, что далеко не всегда удобно. Только RC и разъемы сзади. Отсутствие пульта управления. Ну и грязь на разъеме 6-35 мм. А из плюсов 8 цифровых фильтров. Возможность переключить гейн и усилить низкие частоты. Пользоваться аппаратом удобно. Он абсолютно самодостаточен. Места почти не занимает. Да и смотрится очень солидно. По звуку же, как усилитель, он невероятно хорош. Драйвовый, напористый, с отличным разрешением, мелодикой и вовлечением в материал. Очень нравится, как в нем поработали над пространством. Есть некоторая игривость и задор. Универсальность по стилистике. Да и вообще такого уровня усилителя от струйки совершенно не ожидаешь. Можно поставить его на столе и чуть ли не навсегда закрыть вопрос со всякими аудиоинтерфейсами, портативными ЦАПами и звуковыми картами. Свою цену аппарат прекрасен. Можно брать. А на этом у меня все. Это была модель Xdo XA02. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. На них нужно подписаться. Всем, друзья, добра!